Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Добрый вечер в Украине. 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 Тысячи киевлян и приезжих шли сюда, чтобы встретить Рождество Христово. Радость. Именно так можно описать настроение, которое сегодня было в Лавре. Все поздравляли друг друга и желали самого главного. Всей Украине нам сегодня нужно пожелать мира и веры в чудеса с Рождеством Христовым. В Хрестовоздвиженском храме 200 братьев и наместник Лавры Павел поздравили митрополита Ануфрия с Рождеством. Съемку во время этого торжества разрешили проводить впервые. Кто-то снародился, свет преобразился. С праздником! Спасибо Господи! Церковнослужители благословили всех православных на празднование Рождества. Вот уже более 10 лет они проводят благотворительную митрополитчую елку. В этом году им помогали волонтеры. Национальной опере для детей, приехавших из всех регионов страны, показали спектакль. В числе этих детей, воспитанники интерната, воспитанники детских домов, дети бойцов АТО, дети беженцы. То есть все те слои, которые особенно нуждаются в нашей любви и в нашей заботе. Сладости, много сладостей. Очень вкусно. Рождество этот день, когда вся семья взборим. И по традиции все получили благословение от митрополита. Христос народился и принес на землю мир и Божие благоволение. Дехай Божий мир, Божие благоволение будет в каждом сердце, в каждой семье и в нашей украинской державе. С праздником! Дехай Божие благословение будет с нами! Митрополитчую елку посетили в этом году более полутора тысяч детей из всех регионов страны. Татьяна Авинникова, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. Вчера постный сочельник, а сегодня щедрый стол. Подготовка праздничных рождественских блюд в этом году украинцам вылилась в копеечку. Что подорожало, от чего приходится отказываться и без чего праздник невозможен. Давайте посмотрим. Последние штрихи и рождественский стол практически готов. Молодая семья Юлия и Тарас большинство блюд готовили еще вчера, на сочельник. Вареники у нас на святковом столе будут двух видов, с картофелью и с капустой. Традиционно, они у нас были и на святый вечер, и на сегодняшний снеговник святковый. Но скажу одно, что, напевно, это единственная страва, которая не отбывается на бюджете. Как бы ни была кризом в украинцах, все равно слепить вареника всегда вдастся. А вот главное блюдо – кутья. В этом году богатое в прямом смысле. Мед и орехи подорожали в разы. Ну и какой же щедрый стол без мяса. Выгоднее всего накануне праздников его было покупать в супермаркетах, говорит муж Тарас. Экономить пришлось на деликатесах и алкоголе. Подсчитали, рождественский стол для небольшой семьи обойдется не меньше, чем 700 гривен. Наша семья этого года заэкономила на червяной рыбе. Здорожчили, допустим, закордонные сыры. Те же мы ними обмежилися этого года. Если брать сутки товары украинского производства, то я не скажу, что стол значительно дорожчил. Слабо. Кутья, холодец, грибная юшка, соленье. Без этих блюд не представляют праздничный стол в Ивано-Франковске. На рыбе и на грибах дещо довелось изэкономить. Довелось выкористать опеньки. Тем временем в ГУСТАТе обнародовали новые данные. За прошлый год цены на продукты выросли минимум на 42%. В первую очередь подорожало то, что импортируется. Но не стали исключением и отечественные продукты. В частности, морковь выросла в цене в три раза. Капуста в четыре. Свекла в два с половиной. Картофель на 67%. Лук за год подорожал более чем втрое. Говядина, свинина, мясо птицы, колбаса, сметана и молоко подорожали более чем на треть. Масло и творог на 20%. Впрочем, большинство украинцев в этом году отмечают Рождество без изысков. Главное в эти дни украсить стол дидухом. Символом урожая, благополучия и богатства. Ольга Рыцарь, Олег Неведонский, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер. Чрезвычайная ситуация в прифронтовом поселке Золотой Луганской области. Это возле Попасной. Жители нескольких многоквартирных домов прожили всю эту праздничную неделю без отопления. Чем все закончилось, узнаем у Геннадия Вивденко. Вот, подивиться, вот здесь градусник. Вот. Сколько там? Четыре градуса. Александра Васильевна неделю без тепла. Живет на верхнем этаже. Трубы отопления на крыше. Это так называемая верхняя развертка. Ремонтники спускаются с крыши. Говорят, от мороза вода замерзла в трубах. Говорить надо, порыв на порыве. Соседка Александры Васильевны, баба Маша, пятый месяц не может встать самостоятельно с постели, сломано бедро. Там вроде бы топают по чердаку. И Васильевна, как же, привезли эти трубы. Вроде бы привезли. Может сделают так. И вам дай Бог здоровечка, всего доброго. Мира. Обогреватели использовать нельзя. Напряжение в сети низкое. Советские нормы для этих домов не были рассчитаны на такое потребление. У меня в квартире, я уже второй день не живу. Детей я вывез. И всей семьей. Да хорошо, что есть родители, у которых печное отопление. В ночь с 1 на 2 января внезапно оборвалась линия электропередач. Газовые котельные и весь район поселка остались без электричества. Сутки без энергии и система теплообеспечения замерзла. Во время активных военных действий провода были посещены. И когда наступил мороз, то естественно прошло расширение металла и провода упали. В двух десятках домов систему восстановили быстро. Осталось 5 самых сложных. Где затопило подвалы. В некоторых квартирах люди оборудовали печки и хранили там уголь. Чтобы уже замерзли. Чтобы до практики. Видите. А тут еще лед сволит. Представьте сколько воды и в данный момент мороза. Почему это приводит? Где именно трубы заменить, значит мы заменим. Он привезли новые трубы, закупили. Вон они там лежат. Под вечер сегодня во всех проблемных зданиях отопление восстановлено. В доме Александра Вастильвины так же. Только в одной комнате тепло обещают дать завтра. Геннадий Вивданко, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Луганской области. Рекордное количество обстрелов с начала года в зоне АТО. За минувшие сутки 51 раз. 11 на Мариупольском направлении. Под Марьинкой тяжело ранен один украинский военный. Боевики активизировались также в районе Широкина. Там пыталась прорваться вражеская диверсионная группа. Все подробности в материале Станислава Кохурчака. Этот старый УАЗик вооруженной морпехи никак не ассоциируется со святым вечером. Похоже, что на линии фронта даже сама природа забыла о празднике. На улице туман и кромешная тьма. С разведчиками едем на одной из позиций в поселке Широкино. Дорогой ребята грустят и вспоминают о доме. Рождество чувствуется. Снежок есть тем более. Старые воспоминания греются. За час до нашего приезда позиции солдат обстреляли боевики. Морпехи так и не успели приготовить праздничный ужин. На столе домашняя консервация и плов. Его специально для ребят привез наш оператор Вадим Ревун. Очень символично, что сварен сделан специально в рождественскую ночь. На столе обязательно должна быть какая-то каша, зерно. В данном случае это будет рис. Едва бойцы успевают поесть, как снова наступает режим полной боевой готовности. Вражеские диверсанты уже второй раз за несколько часов пытаются зайти в тыл нашему опорному пункту. Рождественская ночь проходит неспокойно. В ожидании атаки боевиков ребята в буквальном смысле слова спят в одним кус оружием. Сон товарищей охраняет морпех с позывным Стас. Его наряд выпал как раз на утренние часы. Именно в это время, как правило, боевики пытаются атаковать. Мы соблюдаем минские договоренности. Из-за этого они подходят все ближе и ближе. Очень сильно наглеют. Рассвет принес нерадостные новости. В рождественскую ночь под Марьинкой был тяжело ранен один украинский военнослужащий. Боевики 11 раз атаковали позиции по всему Мариупольскому направлению. Бойцы были вынуждены отсекать противника ответным огнем. Была прямая угроза жизни и здоровью военнослужащих. И по приказу открывался ответный огонь. Противник после этого прекращал обстрелы. На войне, как на войне, на украинские солдаты все же надеются, что спустя почти два года боевых действий наконец-то начнут говорить политики, а не автоматы. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. 20 детей и двое взрослых госпитализированы в Хмельницкой области. После праздничного рождественского ужина их доставили в инфекционную больницу города Красилова. Это воспитатели и воспитанники христианского лагеря при местном костеле. Всего в лагере проживали 53 ребенка и 16 учителей. Причины массового отравления сейчас выясняются. Как сообщили в райадминистрации, для приготовления пищи использовались продукты без соответствующих документов. А этих детей в Сочельник обстреляли из охотничьего ружья. Один из мальчиков ранен и сейчас он в больнице. Кто и почему взял в руки оружие, все подробности расскажет Анна Каменева. Произошло все накануне около восьми вечера в селе Димитрово. А пятеро подростков стояли возле этой трубы, которая проходит под железной дорогой и соединяет две части села. Мужчине, живущему неподалеку, не понравилось, что ребята шумели. И он решил утихомирить их охотничьим ружьем. Мы шли в магазин с хлопцами, бахкали петарды, перешли залез на дорогу. Мы там стояли, разговаривали про свои справки. И увидели, что кто-то пришел. Ну и ставился выстрел. И осколки по нам полетели, и по нам попали. Пошла кровь, две раны. Осколками задела только Вадима. Сейчас он в больнице ждет операцию. А вот стрелявшего уже задержали, рассказывают односельчане. Стрелявшим оказался 52-летний Николай Передерий. При задержании был пьян, говорят в полиции. Стрелка и раньше задерживали за мелкое хулиганство. И что такое не было? Было такое, что стрелял собак. Что в его голове, Бог его знает. Че он по зайцу будет стрелять, чи по мне. Тем временем полиция уже открыла уголовное производство. Хулиганские дии, вчиненные с использованием вогнепальной зброи. Якщо будет доведено подальшему в расследование, что это был замах на убийство, то статья, безперечно, будет переквалифицирована. Ну что ж, похоже, у судей Киевской области работа пока есть. Но вот глава МВД, напомню, предлагает уволить всех нынешних обладателей судейских мантий. И эта идея уже переросла в публичный конфликт. Позиции, стороны, мнения экспертов в нашем сюжете. Уволить всех. Такой радикальный вариант судебной реформы предложил министр внутренних дел. Мол, людям в мантиях никто не верит. Да и три месяца, пока им найдут замену, украинцы проживут. Судьи долго отмалчиваться не стали. В Верховном суде распространили заявление. Министру посоветовали заняться преобразованиями в своем ведомстве. А саму идею назвали пиар-компанией. Политолог Руслан Бортник говорит, Судебная реформа нынче тема модная. Потому не исключено, что министр таким образом просто решил повысить свою популярность. Адвокат Александр Готин говорит, изменения в судах нужны. Да и в Украине немало людей в мантиях, которым стоило бы уйти. Но увольнять всех и сразу – это чересчур. Завтра задерживают, например, группу людей, торговцев оружием, торговцев наркотиками. Если не будут работать суды, по сути, этих людей, которые совершили опасные преступления, их нужно выпускать. За три месяца можно полстраны вывезти в офшоры. Адвокат уверяет, изменить суды можно за восемь месяцев. Нужно только больше контроля за теми, кто судит. К примеру, запретить им неформальное общение с политиками, бизнесменами и другими, кто хочет влиять на исход того или иного дела. А еще, чтобы не было взяток, крутых машин и особняков, обязать делать покупки только пластиковыми картами, а не наличными. Министр внутренних дел пока не преклонен. После заявления Верховного суда написал еще один пост. От радикальной идеи уволить всех отказываться не будет. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности. 70 человек погибли и более 120 получили ранения в Ливии, где террористы атаковали тренировочный лагерь полицейских в городе Злитен. Смертник подорвал грузовик, начиненный взрывчаткой, когда на площади собрались сотни новобранцев. Жертв могло быть намного больше, поскольку в момент взрыва полицейские проходили физподготовку за пределами лагеря. Сейчас пострадавших принимают больницы Триполи и Мезрата. На западе Ливии власти ввели чрезвычайное положение и объявили мобилизацию. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за эту атаку. Местные журналисты предполагают, что это дело рук боевиков ИГИЛ. Иран запретил поставки продуктов из Саудовской Аравии. Эмбарго ввели сразу после разрыва депотношений между странами. Тегеран обвинил Риад в намеренной бомбардировке иранского посольства в Йемене. Власти Саудовской Аравии утверждают, что их целью были пусковые установки хуситов. Якобы повстанцы скрываются в зданиях покинутых посольств в Сане. Напомню, ранее с Ираном разорвали отношения Бахрейн, а также африканские Джибути и Судан. Угроза, сплотившая мир, испытание водородной бомбы в Северной Корее, заставила Совбез ООН заговорить о новых санкциях, США пригрозить применением силы, а экспертов признать, что мир еще более хрупок, чем нам кажется. Как будет развиваться эта ситуация, подробнее Дмитрия Нопченко. Он в Вашингтоне. Центр принятия решений сейчас Совет Безопасности ООН. Там готовят новую резолюцию по Северной Корее. И все идет к усилению санкций. Они и так существуют, но теперь могут стать еще жестче. На этом настаивают и Япония, которая, как и Украина, лишь с 1 января вошла в состав Совбеза, и Соединенные Штаты. В Госдепартаменте заявили, Вашингтон считает ситуацию очень серьезной. И если она еще больше осложнится, готов будет применить силу. У нас есть союзнические обязательства перед Южной Кореей, которые мы воспринимаем очень серьезно. США располагают на полуострове значительным военным присутствием. И наши военные готовы уже сегодня, если это необходимо. Более того, военные Соединенных Штатов и Южной Кореи провели экстренную встречу. Обсудили возможность развернуть на корейском полуострове стратегические силы Соединенных Штатов. Атомные подводные лодки, бомбардировщики В-52 и истребители-невидимки, оснащенные системой стелс. А еще противоракетные комплексы для перехвата ракет средней дальности в воздухе. И даже тактическое ядерное оружие. Барак Обама высказался крайне резко и призвал действовать так, чтобы Северная Корея получила очень четкий сигнал. И уже не решилась на дальнейшие провокации. Что за сигнал в Белом доме решили пока не уточнять? Мол, должны вначале согласовать все действия с другими странами. Мы воспринимаем это довольно серьезно, но пока я не готов огласить конкретные потенциальные меры. Тем временем республиканцы в Конгрессе уже готовят свой американский пакет санкций. Его на следующей неделе может принять Палата представителей. Но ситуация еще сложнее, чем кажется на первый взгляд. Пишет сегодня авторитетный американский журнал The National Interest. По его данным, Северная Корея и безводородные бомбы располагают оружием, которое способно привести к войне, которую мир еще не видел. Журнал получил разведданные о том, что оружие северокорейского диктатора устаревшее, но очень мощное. У него есть артиллерия и до полумиллиона снарядов. КНДР может нанести критический артиллерийский удар по Сеулу. И ни Южная Корея, ни даже Соединенные Штаты не смогут нейтрализовать все ракеты до того, как они достигнут цели. У КНДР есть и баллистические ракеты. Издания даже допускают, что у Северной Кореи есть химическое оружие. Так что сейчас, наряду с войной на востоке Украины и многочисленными конфликтами на Ближнем Востоке, мир получил еще одну очень серьезную проблему. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, телеканал Интер. От кого канадские депутаты получили посылки с марихуанной? Где прямо сейчас поедают морских свинок? И почему машины примерзли к асфальту в Екатеринбурге? Об этом и не только в нашем обзоре. В ледяную ловушку попали машины в центре российского Екатеринбурга. Там из-за прорыва водопровода улицы залило водой, которая практически мгновенно превратилась в лед. Машины, припаркованные неподалеку, буквально примерзли к дороге. Движение в районе временно приостановили, а авто пытается освободить из ледяного плена при помощи кранов. Сейчас в Екатеринбурге минус 25. А вот в Австралии бушуют пожары. Ночью из-за удара молнии на западе страны загорелись сельскохозяйственные ангары и техника. Спасатели пытаются потушить огонь самолетов. Однако порывы ветра быстро его разносят. В декабре, также после удара молнии, на юге страны сгорело более сотни домов. Несколько тысяч человек были эвакуированы. Необычный лот выставят на торгах в Мичигане. Это лотерейный билет, который будет приносить новому владельцу по тысяче долларов ежемесячно. Выиграл его 30 лет назад Дональд Мэггетт. Однако он обанкротился. Все деньги уходили на уплату долгов. Стартовая цена лота 30 тысяч долларов. То есть прибыль он начнет приносить через пару лет. Правда и это не гарантия, ведь выплаты ограничены сроком жизни Мэггетта, а ему уже 73. Канадским депутатам-либералам разослали по почте марихуану. Сделал это активист Данна Ларсен, выступающий за легализацию каннабиса в стране. Каждому из 184 членов правящей партии он отправил по грамму травки и книгу о ее истории. При этом заявил о незаконности акции знает и суда не боится. Мол, силовики не станут гоняться за ним из-за грамма марихуаны. В полиции, однако, оптимизм Ларсена не разделяют. Охота за комарами. В преддверии летней Олимпиады Рио-де-Жанейро решили очистить от насекомых-переносчиков лихорадки Денге. Работники служб, переодетые в злобных комаров, отправились в районы трущоб, которые являются настоящим рассадником для насекомых. Жилища дезинфицируют, а их жителям рассказывают о мерах предосторожности. В прошлом году вирус Денге убил в Рио 23 человека. Всего насчитали более 67 тысяч зараженных. Бразильская столица примет Олимпиаду с 5 по 21 августа. Ходить по проезжей части, раскрашивать лица и поедать морских свинок. Для колумбийского города Пасту в эти дни это норма. Там проходит традиционный фестиваль черных и белых. Основали его во времена рабовладельчества, когда темнокожим слугам подарили всего один выходной. Сейчас в карнавальные дни в городе проходят красочные шествия. А завершает праздник фестиваль еды, главным лакомством на котором считают морскую свинку. Рождество в Стамбуле. Впервые за 10 лет службу провели в церкви святого Николая. Там собралась украинская община и теперь наши земляки смогут отмечать в этом храме все православные праздники. На сегодняшней службе был и Вениамин Трубачев. Найти церковь святого Николая в Стамбуле не так просто. По указанному адресу оказалась шумная набережная. Здесь ездят машины, ходят люди. А вот это неприметная арка и есть вход в церковь. Внутри довольно просторно. Здесь уже есть иконы, горят свечи. А уже в следующем помещении проходит рождественская служба. Звучит церковнославянская речь. Это большая редкость для православных храмов Стамбула. В основном службы здесь на греческом. После причастия слово берет владыка Андриан. Он поздравляет украинцев с праздником и передает слова Вселенского Патриарха. Наш Патриарх поздравляет украинскую диаспору Стамбула с радостью Рождества Христова. Он благословляет ваши семьи. Пусть будут преисполнены добром ваши дела и помыслы. А это уже украинский хор. Женщины в нарядных вышиванках прямо в храме исполняют калятки. Им подпевают все собравшиеся. Мы хотим прославлять, не забывать украинскую мову, украинскую песню, украинские традиции. Для украинцев, проживающих в Стамбуле, Рождество – это не только православный праздник, но и возможность встретиться и пообщаться с земляками. Старший сын у меня христианин, молодший мусульманин. Но у нас все традиции сберегаются. Сама церковь святого Николая – необычное место. Ухода – указы султана. Некоторые из них судьбоносные для храма. Здесь находится разрешение фатих Мехмед Султана на то, что эта церковь никогда не будет мечетью. На стенах много старинных икон. Особое внимание прихожане обращают на вот этот образ. Святые, запечатленные здесь на трехугольном полотне. А почему треугольные? А почему нет? Может быть квадратные. Треугольные – это символ Троицы. И это очень практично. Теперь в этой церкви украинцы будут собираться на все православные праздники. Община получила специальное разрешение. Это неформальная договоренность, но и официальные дозволы благословения Патриарха, Вселенского Патриарха Варфоломия I. После службы – трапеза с чаем и сладостями. Затем все разошлись по делам. Все-таки в Турции сегодня рабочий день. Вениамин Трубачев и Владлен Ноль. Подробности – телеканал Интер. Стамбул. Турция. Это все на сегодня. Уютного вам рождественского вечера. И до встречи завтра. Христос народился. Славим Иоанна.